К другим новостям. Еженедельное оперативное совещание прошло в городском округе Люберца. Итоги минувшей недели подвели руководители структурных подразделений и органов районной администрации. Традиционно первым на оперативном совещании выступил начальник полиции Евгений Романцев. По его словам, на предыдущей неделе от жителей округа поступило полторы тысячи обращений. 48 из них стали поводом для возбуждения уголовных дел. На сегодняшний день остались нераскрытыми 10 преступлений, совершенных за отчетный период. Личный состав работал в усиленном варианте. В связи с праздником России никаких нарушений правопорядка допущено не было. Работаем до сих пор еще в усиленном варианте. Руководство Люберецкого гарнизона пожарной охраны доложило о работе, проводимой по ликвидации последствий урагана. По словам Максима Катаева, на минувшей неделе сотрудники ведомства опилили порядка 130 аварийных деревьев. Далее работу совещания продолжил Александр Проваров. Он рассказал о работах, проводимых в сфере ЖКХ, а точнее о подготовке коммунальных служб к зимнему сезону. Люберецкая теплосеть вывела котельные на профилактические отключения. Это котельная Кирова-34, котельная 306, ЦТП. Значит, работа уже по подготовке к зиме. Люберецкий водоканал также проводит профилактические отключения. О содержании дорог областного значения рассказал начальник отдела Раменского подразделения «Мосавтодор» Игорь Титов. Согласно его докладу, на минувшей неделе производилась очистка полосы от вода, ремонт стенок автобусного павильона, вывоз мусора, а также ямочный ремонт дорог. Сделано 258 квадратных метров ямочного ремонта БЦМом и ДЭПом произведено 161 квадратный метр горячим асфальтом с разломкой. Это вот пример, как деревня Можкова. Егор Бунтин, в свою очередь, рассказал о ремонте и содержании городских дорог. На поддержании чистоты и порядка, а также ликвидации последствий стихии, было задействовано 72 единицы спецтехники и более 170 человек. В городском округе Люберца выполнялись работы по очистке проезжей части дорог и тротуаров от мусора. В ходе работ по ликвидации последствий стихии было вывезено 214 кубических метров веток и деревьев. Также на совещании выслушали жалобы и обращения люберчанных, озвучил начальник управления территориальной политики и социальных коммуникаций Дмитрий Баранов. Он отметил, что от жителей округа поступают просьбы, связанные с вывозом поваленных деревьев и навалов мусора. Владимир Ужецкий, в свою очередь, поручил зафиксировать все вопросы и немедленно заняться их разрешением.